На юго-востоке Средней Азии расположился Таджикистан, земля, которая славится своей сказочной природой, изобилием фруктов, национальной кухней и богатой историей, зародившейся еще задолго до наступления нашей эры. Хотя население Таджикистана едва достигает 10 миллионов, представителей этой нации насчитывается около 30 миллионов по всему земному шару. Этот народ подарил миру множество ученых, писателей и поэтов, которые внесли великий вклад в развитие человечества. С каждым годом в Таджикистане все больше и больше набирает популярность такой вид спорта, как смешанное единоборство. Сегодня в стране уже трудно найти тренировочный зал, который не был бы переполнен огромным количеством подростков, желающих освоить данный вид спорта. Причиной такого ажиотажа вокруг смешанных единоборств можно смело назвать успешные выступления таджикских спортсменов на международных турнирах. Одним из бойцов смешанных единоборств, представляющих Таджикистан на мировой арене, является бывший чемпион WFCA наилегчайшей весовой категории Азам Гафоров. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не так давно Азам провел бой с одним из самых опасных бойцов дивизиона Мансуром Хатуевым, который занимал седьмую строчку в рейтинге организации. По итогу трех раундов Азам одержал нелегкую победу, которая стала в его карьере двенадцатой по счету. На сегодняшний день Азам расположился на восьмой строчке в рейтинге наилегчайшего веса организации ACA. Я обычно в свободное время провожу с братьями, с своими одноклубниками, с старшими братьями. Мы сидим там где-нибудь чай пьем. И бывает там в выходные дни мы ездим на охоту. У нас есть место, где мы делаем это хобби наше, как мы ходим туда и охотничаем. А так обычно, если я дома, там в Кулябе, я обычно занимаюсь личными делами. Там строю там братьям, там недавно мы строили брату, старшему брату дом строим. Ну обычно вот так домашними делами занимаюсь. А так когда я в Душанбе, с братьями встречаемся и с командами сядем там, обсуждаем там за чашку чая. Вот так обычно время проходит у нас. Но если ты справляешься, это несложно, конечно, совмещать личную жизнь и спорт. Ну обычно, когда мы ездим на сборы, там в России или куда-нибудь, мы чисто занимаемся спортивными. А совмещать бывает там иногда тяжело, потому что ты там, у тебя мысли и здесь. Ну обычно, когда возникают какие-то там домашние, там дома какие-то проблемы, стараемся на связи. Ну я каждый день как бы на связи с родителями, с папой, с мамой, с братьями. Если какие-то там возникнут проблемы, и сразу по телефону. И есть у меня братья в Душанбе, какие-то если сложности, есть, которые братья, ну помогают, решают там проблемы какие-то. Как говорится, у нас в дивизионе топ-10, сейчас очень хорошо идут ребята с Дагестана. И последний год я думал, что мне дадут за пояс, ну с Азамат Керифов, он дрался с Курбаном Гаджи, у них и реванш был, и за титул он дрался. Я думал, меня дадут Азамат Керифов, но, видимо, так и должно было быть. И мы ждем от лиги руководства, кого нам дадут. Если дадут за титул после Нового года, это, конечно, для нас, ну это было бы хорошо подраться с Азамат Керифовым. Но посмотрим, как старшие братья решают, как, ну, как лига даст, скажут, и так и будем драться. Никогда мы не выбирали никого-то как бы, да. Поэтому ждем, ждем. Азамат Керифов, да, вот титул защищал, сейчас он чемпион. Что сказать? Конечно, мне нравится его стиль, его манера боя, как он борется в стойке и в партии. Мне очень нравится, он характерный боец, идет до конца. Поэтому было бы приятно с ним драться, мне интересно с ним подраться. Я давно это хотел, чтобы я с ним подрался, но, видимо, еще, ну, лига дали Курбана. Ну, посмотрим, посмотрим, как... У меня чисто спортивный, с ним никакого там нету. У меня дали бой за титул, будем драться, не выбираем. Но мне интересна его манера боя, как он ведет боя. Мне нравится с ним подраться. Старший брат, ну, говорил, что, ну, до Нового года у нас не получилось, потому что мы думали, нам дадут Азамат Керифова, но лига решила, что после Нового года у нас мы планируем, что после Нового года подраться. Посмотрим сейчас. В 2018 году Азам уже примерял на себе пояс чемпионов наилегчайшей категории. В зрелищном титульном поединке Гафоров одолел своего соперника Имрана Букуева единогласным решением судей. Азамат Азамат Керифова Однако защитить титул ему не удалось. В тот вечер Юнус Ивлоев оказался сильнее своего соперника. Сегодня же Азам мотивировал на завоевание титула сильнее, чем когда-либо. У нас нет такого, что мы выбирали соперника, кого дадут, мы с ним подеремся. Но если дадут Азамат Керифову, был бы хорошо и за титул, и с ним более зрелищный бой получился бы. Посмотрим, кого дадут и с ним будем драться.